Десять особенных детей из Нижневартовска станут актерами. Все они отправятся на съемки в Москву, где запускается уже второй сезон сериала «Школьные истории». Поездка состоится благодаря гранту, который выиграл один из организаторов проекта. Словом, окружная субсидия поможет реализовать все творческие идеи. Моя коллега Регина Гауфа узнала, с чего начиналась история югорского Яралаша и что ждет начинающих актеров в столице. На него, на нее. А-а-а! А ты чего? Это того? Этого? Да. Да? Давай, еще раз. Руки, руки. Это последняя репетиция в Нижневартовске перед поездкой в Москву. Впереди съемки второго сезона сериала, история которого началась с театральных подмостков. Инклюзивная студия «Театр равных возможностей» существует в Нижневартовске с 2018 года. И на ее счету уже четыре постановки. Даш, они вперед идут. Вон как за ногу тяпли. Такое синячище. Не ври. Это ты об ступеньку трезвенности. Я видел. Уйти со сцены на экраны пришлось из-за пандемии. Однако об этом здесь не жалеют. Ведь телеформат открывает новые возможности. Поездка в Москву для съемок второго сезона сериала «Школьные истории» одна из них. Это стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Мы не могли не воспользоваться такой возможностью. И родилась идея проекта продолжение съемок «Школьные истории канюкул» в Москве именно в локациях парка Горького. Парк достаточно большой. Были выбраны нами самые яркие. Конечно, локации узнаваемые. Согласовать производство сериала на базе парка – это одна история. Другая история. Его же непосредственно нужно как-то осуществить. А для того, чтобы осуществить проект, необходимы финансы. Для того, чтобы реализовать наш проект на базе парка Горького, мы написали заявку, приняли участие в грантовом конкурсе и получили поддержку губернатора Хантамансийского автономного округа. Пять серий первого сезона сняли по мотивам рассказов известных детских писателей. В юмористической форме они повествуют об обычных школьниках. По сути, это формат всем известного Яралаша. «Брюквенных директора вызывают». «Это, наверное, из-за твоего портфеля, который он в баскетбольную корзину забросил». «Говорили мы себе, угомонись». В основу второго сезона тоже легли детские рассказы. Их под киноформат адаптировала режиссер проекта Татьяна Вельвовская. Новый сезон расскажет истории школьников на каникулах. О том, что с обычными школьниками, конкретно с нашими ребятами, происходило бы и происходит во время каникул. Они, наконец-то, начинают общаться с родителями. То есть взаимоотношения отца и сына, в частности. Куда они ходят, о чем они вместе разговаривают. Проблемы детей, первая любовь. То есть все обычные истории, которые близки им, близки нам, и которые нас с ними объединяют. Уникальный для России проект – это возможность самореализации для особенных ребят, их культурной и социальной адаптации. Они не только пробуют себя в новой роли, но и становятся смелее, а еще находят новых друзей. Мне некоторые говорят, что вот наша актриса и так далее. Поэтому это круто, что меня теперь видят как актрису. Это возможность общаться с другими ребятами и интригующе, наверное. И это очень интересно, что будет дальше, как это получится. Мой ребенок занимается только первый год. И за этот год у нас произошли очень много положительных изменений. Во-первых, это социализация среди сверстников. Дети в этом проекте получают очень много положительных эмоций. А для детей с ограниченными возможностями это очень большое, наверное, достижение. Благодаря гранту губернатора для всех юных актеров и их сопровождающих оплачивается дорога проживания, трансферы питания. Для ребят это будут не просто съемки, а полноценное путешествие, перед которым они, конечно, волнуются, но все равно ждут его с нетерпением. Мы будем снимать не в студии, а на улице, где очень много людей. И, ну, почти как фильм, можно сказать. А так я готова, я там была, но я уже знаю, как это происходит. Я вообще в Москве не была, ни разу вообще, даже на самолете не летала, только на поездах. И жду от этой поездки что-то интересного. Это же впервые, как бы. Итоги работы. Готовый сериал можно будет посмотреть уже весной этого года на YouTube-канале КСЦП Медиа. Регина Гауф и Сергей Зайкин специально для программы «Больше чем новости». Нижневартовск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова